Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это то, кем был наш Бог Это то, кем был Иисус Христос Итак, тема сегодня называется «Люди низкого качества» Вы знаете, в наше уникальное время Не перестаешь удивляться тому моменту Что абсолютно маленькое количество людей Вообще посвящены чему-то и реально отданы Вы заметили, вся структура мира Сосредоточена На потребителях Потребителях электроники Потребителях пищи Потребителях одежды Потребителях отношений Потребителях любви Мы потребляем все Кто-то со мной Сегодня перевода не будет Сегодня все время мое Паузы будут маленькие Некоторые люди здесь Потому что проповедуют тот, кого они хотят слышать И их не будет здесь Если они не будут потреблять то, что хочется им Ну, кто-нибудь, ну скажите Хоть хотя бы ауч Аминь Вы знаете, настает конец года И время подвести итоги Это будет не на самый Новый год Мы сейчас начнем подводить итоги Уже сразу сейчас Итак, дорогие Вы знаете Я так скажу, немножко поговорим насчет свадеб, семей Но сегодня не семейная тема Просто как прообраз Мы начнем оттуда Потому что, в принципе, оттуда все начинается Окей? Итак Вы знаете, у нас по сей день Есть свадебные церемонии Люди продолжают жениться Выходить замуж Но практически мало кто из них заключает завет Люди не посвящаются друг другу Они стоят, говорят I do Друг говорит Да-да, ты do Make sure you do Кто-то понимает, о чем я говорю? Я еще посмотрю, если я do Make sure you do What you supposed to do Дорогие мои Это не семья Где Наше отношение Это отношение жертвы Это отношение того Что я могу дать тебе Что я могу вложить Куда я могу вложить свою жизнь Чтобы в конце увидеть результаты Не потребления, а вклада И тотального посвящения Люди низкого качества Это те, которые по жизни потребляют По жизни даваем лучше Громче децибелы, лучше Люди низкого качества На свадьбах мы дуем в дудки Пи-и-и Помните, да? Постоянно Хлопаем в ладоши Обсыпаем молодожен Рисом Но в реальности Большинство из них Не посвящены друг другу Не отданы друг другу Они не заключили Завет И знаете, когда люди Знаете, ты говоришь им Пока смерть не разлучит нас Вы знаете, сейчас смерть Никого не разлучает Сейчас нас разлучает Нехватка зарплаты Давайте поменяем тогда уже Ну, все наши сертификаты Потому что там написано В радости В болезни В здоровье В богатстве В нищете В богатстве В здоровье И в радости Все остальное Мы еще посмотрим Как ты себя вести будешь Дорогие, я верю Что поднимется поколение Людей высокого качества Мы не здесь Чтобы потреблять Церковь Я еще расскажу Некоторые люди Даже ничего не начинают Пока не увидят Выгоду из этого Знаете, чем мне нравился Советский Союз? Советский Союз Мне не нравился вообще Но есть вещи Которые мне в нем нравились Дворник И с высшим образованием Доктор Например, у меня отец И мама были Доктора с высшим образованием Получали примерно одну И ту же зарплату Но вы знаете, почему Они шли Кто-то шел на механика Кто-то шел на дворника Кто-то шел на дворника Они шли на дворника Посылали Извиняюсь Если кто был в совке То вы знаете, о чем я говорю Тебе нужно за квартиру отработать В общем, это рабская тема Ну, не в этом дело Люди шли на механика На любую профессию Не потому, что там больше давали Потому что давали одинаково Люди туда шли Потому что они эту специальность любили И хотели туда вложить свою жизнь Докторами становились Не из-за большого пей-чека Докторами становились Потому что кто-то сильно любил Помогать людям И не хотели, чтобы кто-то умирал Я понимаю, что Некоторые здесь даже не нюхали Советского Союза Я понимаю Но Слава Богу, вообще-то В принципе, здесь ничего плохого Нет Я ни в коем случае не говорю Чтобы ты мне завидовал Не дай Бог Живи в счастливой, свободной стране Но я говорю о чем Я говорю о том, что Дорогие Кто-то понимает, что Вся наша жизнь Это жизнь выгоды мне Я не говорю сейчас за мир Я говорю за христианство Стану-ка я пастором Потому что языком Я умею хорошо машины продавать Могу Евангелие хорошо проталкивать И ты смотришь И ты удивляешься тому, что происходит сейчас Давайте сегодня задумаемся на тем Куда мы с вами идем Часто шокирует, что Знаете, вот берешь семью Поверьте, сколько я людей Знаете, сочитывали, благословляли Отпускали в брачный путь В союзе Вместе И знаешь, часто шокирует Первый семейный шторм Первая реальная проблема Первая слабость кого-то Первый тест на крепость Разрывает семью на куски Так я не понял А что Что вы имели в виду Мы никогда с вами не женимся И не выходим замуж за то Что перед нами стоит Это просто репрезентатор Чтобы продукцию спихнуть Нет, ну те, кто хотя бы лет 10 прожил Ну скажите, аминь Да Богу, ты не знаешь С кем ты там айду идет Аллилуйя Я верю, что там были уникальные штормы Но Там было настоящее посвящение Никто не разошелся Дорогие Они кидают друг друга В секунду Потому что там нет корней Нет реального соединения Не прилепились Вы знаете, что Библия говорит Отлепятся и прилепятся Никто не прилепляется Мы просто на время Друг друга смотрим Хочу ли я с этим продуктом быть Нравится ли мне это Или я так, как пойду назад В Волмарт И сдам это чудо Пожалуйста, приедьте, заберите Оно не слушается По контракту не проходит Дорогие мои Вот почему пастор Когда тебя сочитают Он говорит Пока смерть вас не разлучит Потому что Бог мой У вас будут подводные камни Это значит, ребята Вас только смерть разлучить может А ничего больше? Нет ничего больше Бог мой Современные семьи Это вообще что-то Они там просто из-за совместной выгоды У него хорошая работа А у нее хороший дом И вот мы думаем Мы создадим хорошую семью И как только выгода исчезает Они здесь же предают друг друга Затем приходит до боли души Знакомая картина развода Знаете, да? В наши дни это такое популярное слово К сожалению, семья Развод Мало кто желает Взять на себя ответственность Ты думаешь Ты его в реальности знаешь Когда стоишь такая вся в белом И говоришь Пока смерть нас не разлучит Скоро, дорогая Он выдернет твой последний нерв Последний И все женщины сказали Последний Он знает даже, где он находится Вытянет его Окей? И мы на тебя посмотрим Как ты его в реальности любишь И что способно разлучить вас Я ненавижу разводы Я понимаю, есть экстренные случаи Опять же, я туда не влазю Это только между людьми Которыми произошла вещь какая-то Но я знаю одно Что это завет до конца моей жизни И несмотря на мои ошибки Или на нее Это завет до конца моей жизни Ты думаешь Если ты выйдешь замуж за другого Ты что-то другое получишь Ты такой же киндер сюрприз получишь Откроешь это лицо А можно назад то, что было А нельзя Мы здесь что, в лотарею играем, что ли? Ну похоже на то, что да Это не чувство, дорогие Завет с любовью Это не чувство Это посвящение друг другу Вот почему я сразу Мы сидим, подписываем У нас одна фамилия Потому что скоро будут такие Зубовыбивалки Что нас может только Эта подпись вместе и удержит Сегодня не о семье Это так, знаете, начало Чтобы ты понял, куда мы движемся Сейчас в действительности проверится Вы это действительно хотите, да? Это действительно вы Это действительно вы Или вы это он и я Знаете, да? Знаете, как на консультации первое Когда люди даже не знают Как я подсознательно Ты просто слушаешь их Моментально я могу увидеть Люди вместе или люди не вместе Приходят, садятся И она, например, начинает говорить Слушай, мы вот так вот поступили Мы вот пошли туда Мы такое сделали Я не знаю Как нам с этим разобраться Я говорю О, у нее надежда есть Сидит, она говорит Ты знаешь, я пришел А она Вот я ушел Потом верну А она Я смотрю Там он и она А там мы Я смотрю уже подсознательно Что там кто-то хочет что-то исправить А там уже все решено Или там еще никто никогда не приклеился Кто-то понимает, да? Вы это вы Или вы это он и я Подумай Нет взаимоотношений без ответственности Мы в ответе за наши отношения Церковь нет взаимоотношений без ответственности Семьи не создаются идеальные сами по себе Кто-то смотрит и завидует И говорит, как вы через 20 лет так живете? Я вам расскажу, как мы живем через 20 лет Но я тебе первые наши два года показывать не буду Потому что именно там решалось Как мы будем жить наши остальные дни О, я смотрю на пару и смотрю О, Господи, они друг для друга Да, мы друг для друга Когда чуть друга не попридушивали там лет нацать назад Любили страстно Через все прошли В это время большинство желает взять что-то от другого И если больше брать нечего Люди просто-напросто все кидают Не вложиться, не пожертвовать Не отдать себя Мне больше от тебя брать нечего Поэтому до свидания Я хочу задать вопрос Что ты вкладываешь в то, с чего ты потребляешь Сколько ты берешь из своей семьи И сколько ты туда вкладываешь Сколько ты берешь из церкви Сколько ты туда вкладываешь Речь даже не о финансах Сколько ты молишься за лидеров За пасторов За структуру За жизнь Когда ты на работе Сколько ты вкладываешь в работу Или ты там просто для зарплаты Сколько людей сейчас приходят И они не спрашивают Что я могу делать Они сразу Сколько я буду получать отсюда Вы заметили структуру этого мира Все И вы знаете Постепенно я заметил Нас развернуло Это настолько Что если что-то мне не нравится Кто помнит Нашу Рашу Где у нас То, что купил То и имеешь Сдавать нельзя И ты сидишь с паяльником Красава И паяешь Это радио Потому что Назад ты его не сдашь Кто-то помнит Советский Союз? И я Вы знаете За то, как паять научились Боже мой Я такое паял Паял Там телевизор Там раз, два Не сдашь ты этот телевизор Раскрываешь Приходят все с девятиэтажки Мужики, которые хоть что-то соображают И мы решаем Как плату Паять Некоторые из вас даже не знают Какая плата Какая плата Это не зарплата Те, кто хотя бы 35-40 Вы со мной Я знаю Мы тому, как и рукодельники стали Там если что-то там Раз рукавчик оторвался Она никуда сдавать не бежит Там такого Сдать такого термина не было Ты идешь и шьешь Зато какие женщины рукодельные И носочки штопает И шарфик И варежки И просто красота Сейчас Что я могу иметь Чем я могу от тебя попользоваться Ты выгоден мне для свадьбы Для семейной жизни Или Я буду искать дальше Вкладываешь ли ты хотя бы столько Сколько пытаешься взять Вы знаете Я понимаю брать Но ты хотя бы столько же вложил Сколько сейчас людей Которые требуют Что-то от своих семей Которые никогда туда не вкладывало Вот батя Сел на трак Сдернул Приезжает домой Дети его называют Дядя приехал И здесь он начинает руководить Дорогие мои Ты вложил туда? Мне невыгодно сейчас быть с семьей Мне зарплата нужна Когда придет время Ты скажешь Я бы эту зарплату спалил Лишь бы провести еще один день С моими детьми Это скажут у детей Которые в курсе Все остальные катайтесь Пока мудрость не догонит Вы знаете В данный момент Просто развелась Эпидемия потребителей Задумайся по истории Все великие личности Это личности Которые отдавали все Начиная от времени Заканчивая своей жизни Начиная от изобретателей Там Эйнштейн Там Никола Тесла Кого угодно Возьми До таких личностей Как мать Тереза Мартин Лютер Кинг Младший Который здесь Изменил всю Социальную позицию Страны всей Дорогие Вы знаете ли что Я могу называть Людей за людьми Начиная от социальных слоев До религиозных слоев Я вам скажу Это все Которые отдали Себя полностью Иногда Даже жизни своей Мы считаем Великими тех Которые в жизни Практически не потребляли Ничего Вся их жизнь Это было отдать Можете себе представить Никола Тесла Еще в свои года Изучал его историю Он столько трудов сделал И он сказал Я хочу это все народу Отдать бесплатно Кто-то знает Историю Я хочу подарить Электричество Бесплатно Можете себе представить Какие люди жили Кто нам сейчас Что бесплатно Сделает Кто из нас Вообще умеет Давать Даже если я даю И там есть Какая-то грязная Выгода Куда делась Чистота Жертвы Чистота Даяния Все с наваром Все с выгодом Вот почему Мы живем Во время Дешевого поколения Во время людей Абсолютно Низкой Пробы И мы жажним Бог дай величие Бог говорит Отдай все О не Бога мне что Да вот В этом-то и ничего Ничего Ты получишь Награду Трудов Своих Награду Жертвы Своей Или ты Всю жизнь Будешь пытаться Искать Выгодной Сделки И уйдешь Жизнь Не сделав Ее Никогда Ты что-то берешь Для себя Сегодня я хочу Мотивировать Тебя Я не хочу Опять питать Какое-то Самолюбие О Сегодня я Что-то получил Для себя Сегодня ты Что-то получишь И как-то Получишь Тоже В другими словами Получишь Точно Ничего не появилось На этой земле От потребителей Все Что ты видишь Вокруг себя Это жертвы Даятелей Это жертвы Даяния Это жертвы Людей Которым Не нужно было Ничего Зачастую Просто Сделать Жизнь Людей Легче Помочь Кому Я хочу Задать вопрос Всем Кто Слышит Меня Ты в реальности Счастлив Вот честно Вы знаете Когда я Начал Проводить Просто Свой Общий Маленький Просто Эксперимент Счастье И несчастье Вы знаете Кто несчастлив Люди Низкого Качества Потому что Счастье Приходит От тотального Вклада И посвящения Кто-то Понимает Если Кто-то Хочет Понять Что Есть Счастье Счастье Это Отдать Себя Ничего Не пытаясь Взять Назад Почему Потому что Приходит Наслаждение Которое В деньги Не вложишь Вот почему Библия Говорит Блажение Давать Вот почему Ибо так Возлюбил Бог Мир Что Нет Он взял Сказал Идите сюда Рабы Мои Отдал 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 Вы знаете Лично Я не хочу Прожить Поверхность Жизнь Всегда Задавая Вопрос Себе А что Произошло Если Я полностью Всецело Посвятился Чему Нибудь Большинство Людей Никогда Не бросали Всего Себя На ту Идею Или На мечту Которую Носят В себе Сколько Здесь Сидит Людей Которые Годами Что Мечтают Я Бросаю Тебе Вызор Сделай Это Я хочу Научиться Петь Иди Возьми Классы Заплатить Деньги Вложись Подпиши Контракт На два Года Заплатить Деньги И потом Тоже Когда тебе Плохо Будет Ты не сможешь Только из-за Деньги Выйти Из Этого И кто-то Понимает Я хочу Научиться Играть На гитаре Кстати Ром Увидели Знаете Что Рома Продукт Одно Из Проповедей В 2006 Или Седьмом Году Я Вышел Точно Так За Кафедру И Сказал Ром Иди Сюда Иди Сюда Пример Он Даже Без Гитары Не Смотрится Знаете Знаете Ли Вы Что Много Лет Назад Ром Какой Это Год Где-то Седьмой Год У этого Человека Просто Была Мечта Была Мечта И он Сказал Может Быть Я Просто Из Своей Жизни Что-то Сделаю Представь Бросил В свою Мечту Все Время Деньги Сначала Начал Играть На Гитаре Своего Брата Которую Он Просто Взял Кинул Туда Сейчас Это Мечта С 2007 По сей День Полностью Идентифицировала Его Дала Ему Имя Признание И призвание Спасибо Ром Вот Экспонат В одной Проповеди Я сказал Брось Вызов Он Бросил Как Насчет Вас Что Является Твоей Самой Сокровенной Мечтой Перестань Быть Человеком Низкого Качества Сделай Это У меня Нет Времени На То Что Хочешь Время Есть Это Ложь Есть У нас Время На Все Что Хотим Мы Я говорю Так Если Мечта Минимум Больше Года Преследует Тебя И Постоянно Возвращается Я говорю Это Мечта Достойна Чтобы Ее Попробовать Люди Мне говорят А как Знать Пробовать Не Пробовать Я говорю Сколько Тебя Мечта Преследует Ты Знаешь Пастор Уже Лет Пять Я говорю Ты Что С Ума Сошел Ты Знаешь Кем Ты Уже Был За Пять Лет Если Попробовал О чем Ты Мечтаешь Ну Я Он Не Мечтал Что Его Будут Что Будет Что Слушать Где То Известность Будет Писать Песни Он Просто Сказал Я Брошу Себя Туда И Попробую Играть На Этому Инструменте Просто Была Мысль Он Знал Два Аккорда Над Третьим Работал Просто Бросил О чем Я Говорю Дорогие Здесь Есть Люди Которые Это Делают Я Просто Хочу Задать Вопрос Разве Ты Рожден Для Дешевки Вы Знаете Чем Ценнее Человек Тем Меньшими Вещами Он Занимается Он Концентрируется На Одной Вещи Настолько Сильно Что В процессе Эта Вещь И Эта Мечта Она Ему Имя Дает Кто-то Понимает О чем Я говорю Эта Мечта Его Идентифицирует Она Его Преображает Ты Хочешь Сказ Что Я От Этого Получу Дорогой Мой Сначала Ничего Не Надо Получать Сначала Брось Туда Все И Потом Ты Увидишь Как Мечта Умеет Облагораживать Как Мечта Умеет Трансформировать Что Из Одно Единостановерящее Вот Я Ее Сейчас Делаю И Вот Знаете Для меня Нет Ничего Лучше Чем Видеть Человека Который Услышал Пару Слов И Бросил Все Туда И Дости Чего В Реальности Задай себе Вопрос Счастлив Ли Ты И Сидишь Говоришь Несчастлив Я Тебе Сразу Говорю Ты Тот Человек Который Еще Даже Не Жил Не Пробовал Полной Жизни Жизненаслаждения Это Просто Жизнь Паразита Потреблять Брать Искать Выгоды Для Себя Это Люди Низкого Качества Мы С вами Наслаждаемся О Мартин Лютер Кинг Джуниор О Мать Тереза О И Перечисляем Этих Людей Читаем Их Не Высказывание Млеем От Них Это Люди Которые Не Знали Ничего Кроме Жертвы В Свою Мечту Абсолютного Вклада Тотального И Ты Их От Их Мечты Разделить Сейчас Не Можешь Ты Не Разделишь Мартина Лютера С Мечты Это Одно Целое Это Слитого Едино Навсегда Хочешь ли Ты Иметь Идентификацию Брось Все В то Что Бог Влечет Тебя Все Все Ставки Все Деньги Все Мечты Все Время Брось Попробуй Попробуй А вдруг Еще Один Шедевр Поднимется А вдруг Еще Что Величайшее На Этой Земле Поднимется Потому Что Ты Решаешь Выйти С Полки Где Лежат Люди На Уценке Нью Ер Резолюшн Я не знаю Почему Наши Славяне Что-то Любят Все Перемены Под Новый Год Делать Ну Честно Скажу Все Что Ты Обещал Себе В 15 Году В Начале Сделал Тишина Понятно Никогда Не бросали Тебя Ни В Школу Ни В Институт Не на Работу Кто-то Хочет Кто-то Десять Лет Живет В Америке Работает На Работе Ада Сам Ее Называет Ненавижу Здесь Даются Свободные Входы В Школы Колледжи Университеты Сделай И Не будешь Больше На Работе Ада Будешь На Работе Своей Мечты Два Три Года Пять Лет Вложись Отучись И Наслаждайся Но я верю Знаете А наша Раша Любит Знаете Песни Петь Такие Помните Песни Савка Выбери Меня Выбери Меня Птица Счастья Почему Почему-то Она Завтрашнего Дня Вы заметили Она Всегда Не Сегодня Даже Песня Которую Не Схватишь Птица Счастья Завтрашнего Дня Даже Не Сегодняшнего И Песни Такие А Птица Счастья Летит И Дудку Тебе Скручивает Двумя Лапами Потому Что Никто Не Ждет Птицу Счастья Завтрашнего Дня Ты Бросаешь Туда Все Инвестируешь Всего А если Я Погорю Я Погорел Первая Церковь Погорел Потом Понял И потом В следующий Раз Бросил Себя Еще Больше Бросил Все Точно Что Если Эти Ставки Сгорят Сгорит Все И Знаете Что Самое Интересное Ба И Успех Кто-то Сидит И ждет Птицу Счастья Завтрашнего Дня Дорогие Мои Счастливым Людям Птица Счастья Не Приземляется Ты Просто Идешь И Делаешь Ты Распознаешь Себя Я Понимаю Тебе Нужен Некоторый Возраст Некоторое Время Чтобы Распознать Куда Тебя Влечет И Как Только Ты Понял Меня Влечет Сюда Сделай Ставку Брось Туда Происходить Вся Жизнь Большинства Это Одна Нога Здесь А Другая Еще Где-то И Они Просто Ищут Где Будет Выгоднее Сделка Большинство Никогда Даже Не Представляли Чем Они Могут Стать И Каких Вершин Могут Достичь Если Они Полностью Всецело Чему-то Посвятят Свою Жизнь Можешь Себ Представить Ты Даже Себя Никогда Не Видел В Полноценном Наряде Ты Никогда Не Видел Себя В Полноценной Жизни Все Время Это Вот Это Знаете Как Стагмаркет Жизни Мы Открываем Страницы И Смотрим Пять Копеечек Сюда Три Копеечки Сюда Четыре Сюда У Тебя И навар Такой Будет А Ты Берешь Мечту Собираешь Все Финансы И Вкладываешь В Одно Единственное Бросаешь Туда Все Ты Хочешь Чтобы Тебя Знали Как Человека Которого Нельзя Отделить От Мечты Это Значит О том Это Значит То Что Эти Люди Бросили Себя Настолько В Мечту Что Мечта Стала Ими А Они Стали Мечтой Неразделимо Ну Например Говоришь О Страдивари Человек Который Делал Скрипки Он Не Только Играл Он Еще Делал Скрипки Можешь Представить Скрипки Этого Человека Стоят Миллионы Ты Иногда Смотришь Думаешь Ну Это Даже Самая Деревяшка Ну Почему Тоже Масло Та Картина У Этого Человека Бесплатно Никто Не Берет А у Этого Драка Идет И Люди Кидают Миллионы На Аукционах Чтобы Картину Какую-то Взять Объясните Мне Почему Почему У Этого Холст С теми же Красками Не Стоит Ничего У Этого Мастера В руках Стоит Всего Потому Что Я тебе Скажу Отличает Единственная Вещь Тотальное Непосвящение Тотальное Посвящение Потому Что Когда Ты Покупаешь Холст С Картиной Мастера Знаешь Что Люди Говорят Я Купил Сейчас Часть Этого Мастера Часть Его Сердца Кто-то Понимает О чем Это Дорогие Вы Должны Понять Что Такое Это Не Просто Инструмент Который Делается В Чайне Шлям Бам Шарам Уп Уплыл 3.99 Играй Другие Скрипки Люди Выискивают Ставят Ищут Старенькое Такое Все Почему Потому Что Мастер Знает Что В Эту Скрипку Было Вложено 3 Года 3 Года Я читаю Как А он Сушил Дерево Он Специально Делал Лак Который Должен был Состариться Специально Вместе При Специальной Температуре Специальные Струны Специальное Все Я знаю И все Это Специальное Так Заняло Времени Что Когда Он Сделал Этот Шедевр Этот Шедевр Эта Скрипка Которую Он Делал Три Года Стоит Три Года Этого Мастера Вот Почему За Нее Отдают Миллионы Кто То Может Подять Посвящение Некоторые Даже Люди Фотографию С Подумай Смотри Большинство Никогда не вкладывалось Они ничего не оставили После себя На их похоронах Пастору Нужно будет Что-то Придумывать Чтобы Он Выглядел Этот Труп Выглядел Презентабельно Российский Думаешь Пастор Сидумает Что бы Сказать Потому что А кто Это Я не хочу Чтобы это Было У нас Я хочу Чтобы Когда ты Уходил С этой Земли Несколько Человек В реальности Скорбило По твоему Уходу Кто-то Понимает О чем Я говорю Кто-то Ценил Тебя Настолько Что Они Не хотят Видеть Тебя Ушедшим Или Просто Собралось Несколько Родственников И говорят Кого Охороним Сегодня А Петю А Окей Хорошо А что Петя Делал Куда Ездил Никто Ничего Не Знает Потому Что В реальности И Петя Ничего Не Знал И вы Знаете На Гробном Камне У этого Человека Просто Можно Написать Здесь Лежит Потребитель Который Который Ничем Ничему Не Был Посвящен Он Всю Жизнь Ждал Выгодной Для Него Сделки И Так И Умер Не Дождавшись Ее Точка Прискорбно Что Такие Люди Никогда Не Жили Потому Что Тот Кто Никогда Не Пережил Тотального Посвящения И Вклада Во что-то В реальности Никогда Не Жил Вся Жизнь Пошла По Сохранной Полосе Никогда Не Рискнув Никогда Не Попробовав Что Есть Настоящая Жизнь Никогда Не Инвестировав В себя На Все 100% Процентик Тут Два Процентика Здесь Чуть Чуть Здесь Никогда Тотально Не Посвятившись Чему То Или Кому То Мы Просто Прожили Как Пар Пуста Бессмысленная Жизнь Потребителя Ждет Тех Кто Не Вложил В себя Вопрос Не Надоело Ли Тебе Быть Вторым Сортом Вы Знаете Сколько У Людей Как Людей Ходят И Они Просто Ты Знаешь Что Никто Из Нас Не Создан Был Вторым Сортом Никто Всем Дан Шанс Быть Самым Качественным Продуктом Неба Почему Люди Решают Жить Жизнью Второго Сорта Всю Жизнь Вот Такие Проповеди Их Раздражают Они Не Могут Долго Находиться Потому Что То Самое Раздражение Неудовлетворение Горечь Начинает Съедать Их Как Здесь Так Когда Они Наедине Останавливаются Где-то И Дух Святой Говорит Сынок Дочь Пожалуйста Сделай Вклад А мы Просто ждем Выгодной Сделки Выгодных Сделок Нет Или Ты Вкладываешь Себя Или Ты Просто Проживаешь Чужой Жизнью Или Проживай Жизнью Которой Ты Никогда Не Вложил Не Жил Сколько Людей Наблюдаешь Смотрят На людей Первосортных Чемпионов О Похлопаем Чемпиону Бокса Похлопаем Похлопаем Этим Людям Поаплодируем Этим Задай вопрос Что эти люди делают В свободное время От хлопков Тренируются Вкладываются Никто Там Деньги Не требует Эти люди Просто Идут Так это Спорт Дорогие А представь У тебя Как у христианина У тебя Такой Огромный Кругозор Тебе Даны Такие Опции Которые Миру Не Снились Честно Я не хочу прожить Такую жизнь Извиняюсь Каждый из нас Рожден Для первосортной Великой Жизни Чемпиона Часто Шокируют Люди Таланта Многие Из них Вообще Не посвящены Вы заметили Что люди Иногда Талант Прокатывают Как посвящение Он Настолько Талантлив Что ему Посвящаться Не надо Кто-то Там сидит И в микрофон Три Кода Поет И там Ноту Взял Одну А кто-то Вышел Меня талантливые Люди Честно сказать Меня талантливые Люди Напрягают Сразу Говорю Напрягают Как Пастора Потому что Талантливые Большинство Из них Вообще Не посвящены Даже тому В чем У них Талант Потому что Они привыкли Что талант Им Открывает Двери Талант Всегда Любовь Ох Заходите Ваше Величество Человек Даже Не посвящается Они Используют Талант Как Камуфляж Который Покрывает Их Непосвящение Эгоизм И потребление Вот почему Я лично Всегда Посвящаю Извиняюсь Выбираю Посвящение Я ставлю Выше Таланта Лично Я ставлю Посвящение Всегда Выше Таланта Потому что Посвящение Это Сердце А талант Это Просто ДНК Алло Посвящение Это Сердце Талант Это ДНК Ты Просто Родился Талантливым Аллилуйя Это Еще Ничего О тебе Не Говорит У тебя Хороший Талант Я Рад За Талантливый Меня Реально Напрягает Они Пытаются Свой Талант Выдать За Посвящение Талантливые Знают Что Их Опять Быстро Примут В другом Месте И опять Без Подвещение Как только Начинается Шторм Первые Соскакивают С корабля Талантливые Люди Похоже Пахнет Керосином Брат Пастор До Свидания Я Прошу Тебя Познай Себя В полном Посвящении Чему-то Знаешь Ли Ты Что Ты Себя В реальности Можешь Познать Только Когда Будешь Полностью Чему-то Посвящен Открой Себя Представь Сейчас Жизнь Большинства Делится По кускам Кусочек Здесь Кусочек Там Кусочек Туда Сюда Третье Десятое В реальности Ты Распылен Никто Не знает Кто Ты Все Знают Механик Вася Хорошо Работу Забрали Кто Вася А Вася Не Механик Кто Ты Знаешь Что Талант Это Такая Вещь Не Талант Извиняюсь Посвящение Это Такая Вещь В Которую Когда Ты Прыгаешь Всех Уволят Но Не Тебя Посвящение Откроет Такие Двери Которые Остальные У Остальных Людей Просто Будут Закрыты Почему Потому Что Ты Решил Сделать Вклад Сделку С Жизнью Познай Себя В Полном Посвящении Чему То В Реальности Большинство Не Знают Себя Они не уважают Себя Потому что Только Посвящение Рождает В твоей жизни Величие Только Посвящение Рождает В твоей жизни Величие Смотришь Смотришь Мать Тереза Смотришь Такая бабушка Ты говоришь Я ничего Не могу Вот У кого Можно Поучиться Кто Ничего Не мог И достиг Всего Это Мать Тереза Уже Никто Не отмажется Бабушка Которая Просто Кормила Голодных Собирала Кинутых Просто Помогала Не говорила Давайте Мы собираем Знаете Как В наш Современный Мир Как Приезжает В церковь Какой-то Опять Очередной Служитель Сначала Он Выкачивает Отжимает Бабло Чтобы Ему Хватило Минимум На три Года Жизни И потом Как бы Он Предоставляет Проект Свой Кормление Голодных Закрой Рот И иди Корми Голодных Чем Кормить Чем Есть Знаете Как Много Служений И закроются Потому Что Тебе нужно На посвящении Работать А не На сборах В церквях Вот Почему Я не Начинаю Много Вещей Не касаюсь Многих Элементов Потому Что Церковь Я абсолютно Знаю Что Мне Придется Посвятить Туда Всего Себя Кто-то Понимает Вот Почему Я не Начинаю Вещи Некоторые Люди Говорят До Него Не Достучись С Все Чего Я Касаюсь Туда Уходит Жизнь Моя Если Кто-то Может Разбрасываться Своей жизнью Вот так Налево Направо Мне Очень Жаль Тебя Ты Не Живешь Ты Растрачиваешься По мелочам Твоя Жизнь Это не Купюра Твоя Жизнь Это Копейки Ты Взял Сотню Разбил Ее Знаете Разбил Ее На Массу Копеечек Центов Дисюлечек И ходишь Просто Сыпешь Мелочью А Бог Говорит Собери Всю Мелочь Конвертируй В валюту И вложи Вложи Свою Жизнь Что-то Что Будет Иметь Значение В конце Твоей Жизни Вот почему Я не могу Работать На пяти работах Не могу Стать Частью Нескольких Церквей Вот почему У меня Не много Друзей Потому что Я знаю Что мне Придется Инвестировать В каждого Из них Себя Свои Чувства Эмоции Вот почему Не может Быть друзей О Ты Популярный Человек У тебя На фейсбуке Пять тысяч Друзей Да не друзья Это Не друзья Ну как Ну как друзья Там написано Friends Вы понимаете Вы знаете Что такое Друг Друг Это который Когда приходит Я в него Должен отдать Несколько часов И я отдаю Это только туда Если я вижу Что это действительно Как вам сказать Если ты действительно Друг Кто-то понимает Вот почему Нам нужно Инвестировать В наших детей Жен Мужей Кто-то со мной Вот почему Не трать себя Потому что Время Это твоя валюта И ее становится С каждым днем Меньше Меньше И меньше Инвестируй Сделай Вот почему Я не могу Иметь Несколько Жен Хотя Нескольким Хочется Некоторым Хочется Это иметь Не могу Я иметь Нескольких Жен Почему Потому что Библия Говорит И отлепится И прилепится К одной Я не могу Быть прилеплен К нескольким Ты не можешь Быть прилеплен К нескольким Я не говорю О том Что она может Заигрывать С несколькими Я говорю Прилеплен Любить Отдать Свою жизнь Вложить туда Эмоции Ты не можешь Поэтому Инвестируй Себя Правильно Инвестируй Не разбрызгивайся Вот моя Жена Вот мои Дети Вот моя Мечта Вот мой Бог И инвестируй Себя Что ты понимаешь Не разбрасывайся Не распыляйся Не трать Своё время На пустых Дешёвых Людей Я умоляю Тебя Не дай Никому Красть Твою жизнь Если Отдаёшь Знай Что это будет Твой настоящий Друг Вкладывай туда Что действительно Имеет смысл Инвестируйся Инвестируйся Тотально И чем больше Человек Чему-то Посвящён И он дам Тем меньше Он распыляется Временем Это закон Посвящения Инвестиции Себя во что-то Иисус говорит Никто не может Служить Двум господам Заметьте Библия говорит Не не хочет Служить двум господам Библия говорит Не может Ты не можешь Библия говорит Не можешь Служить Двум персонам Двум личностям Двум господам Твоё сердце Не может делиться Оно всегда Кому-то даст Больше Кто-то со мной И поэтому Когда у тебя Два господина Три, четыре, пять, шесть Всё твое сердце Поделено Но в реальности Твоё сердце Всего лишь влечёт Одна единственная вещь Дорогие Я умоляю вас Пожалуйста Пусть эта мудрость Не придёт к вам В пятьдесят В шестьдесят Я умоляю тебя Пусть эта мудрость Придёт тебе Когда тебе восемнадцать Я умоляю тебя Не прожигай Свою жизнь За Нинтендо Марио прыгает Прикинь Ты свои три года Инвестировал В Марио И эти три года Марио тебе назад Не отдаст Скажет Спасибо Я понимаю Иногда нужно С Марио подружиться Чтобы понять Насколько моя жизнь Тупая Просто сел Взял Пью И понял Ё-моё Вот это я залетел Докатились до этого Вот это Туда Куда я вкладываю Жизнь мою Господи Сохрани И спаси Я принимаю Моё посвящение Серьёзно Потому что На это Я отдаю Моё время Внимание Всю мою жизнь Сколько сейчас Людей Нас смотрят Да Сколько сейчас Также находятся Вот здесь У которых Реальное влечение Научиться Играть Петь Выучиться Я тебе задаю вопрос Что тебя держит Есть Миллионы Путей Как это Достичь Я опять Говорю тебе Я бросаю Тебе Вызов Пусть Поднимутся Здесь Чемпионы Пусть те Кто смотрят Поднимутся Чемпионы Сделай Что-то Останови Всё Что Крадёт Твою Жизнь Убери Всех Друзей Которые Просто Крадут И грабят Твое Время Возьми Собери Это И сделай Вклад Такой Вклад Чтобы через Десять лет Тебя невозможно Было Отличить От твоей Мечты Я хочу Прожить Жизнь Дорогие Чтобы Меня Никогда Невозможно Было Отличить От моей Мечты Никогда Когда Я посмотрел На людей Больших Я сказал Бог Вот Моя Мечта Чтобы Мое Имя Всегда Было Склеено С мечтой Чтобы Когда люди Говорили Вот Это Было И Они Не могли Миновать Тебя Все Понимаете Да То есть Представь Мы Сейчас Живем В изобретениях Николы Теслы Переменный Ток ACDC Знаете Да Вы знаете Что мы По сей день Пользуемся Его Изобретением По сей день В наших домах Переменный Ток Представь Человек Прожил Жизнь Настолько Вся Планета Земля Не может Обойти Его Посвящение Нет Кто Кто Со мной Человек Настолько Посвятился Вся Планета Пользуется Переменным Током По сей День Его Уже Нет Давно Машины Называют Его Честь И это Был Человек Который Прожил Одной Из Самых Нищих Жизней Жил В простой Квартирке Он Это Делал Не Для Денег Церковь Он Не Был Потребитель Это Был Человек Который Жил Ради Мечты Если Ты Хочешь Играть Некоторые Люди Даже Говорят Хорошо Пойду Ко Я Наверное В следующем Году Научусь Играть И Уже Сразу Все Отталкивается От Выгоды Интересно А где Я буду Играть Через Год Через Два Нигде На Бороде Ты Будешь Играть У себя Дома Для Наслаждения Своего И Когда Станешь Профессионалом Тебя Из окна Услышат Как Давид Но Но Два моего Бога. И поэтому он почему-то решил допустить меня до вот этой кафедры. Не потому, что оно мне нужно, а потому, что это последствия, вытекающие из посвящения, которого никто не видит. Кто-то со мной? Я надеюсь, ты возьмешь что-то сегодня для себя. Вы знаете, сколько можно сейчас еще какую-то очередную, глубокую, такую какую-то тему, такую, о, сегодня мы побыли на глубине. У меня их хватает, но мне хочется, побыл ты на глубине, а ты кто? Ты кто? Ты на моей глубине бываешь. Я хочу на твоей побывать когда-нибудь. Я хочу когда-нибудь в бой талант нырнуть. Хочу быть просто охвачен твоей музыкой, твоим голосом, твоими стихами, твоими песнями, твоими проповедями, твоим изобретением. Я хочу увидеть, кто ты. Кто ты? О, сегодня пастор у нас в глубине бывал. О, сегодня по заднице получили. Извини меня. Жизнь такая. Никто не хочет всю жизнь плавать на чьих-то глубинах, аплодировать кому-то, кто наслаждает, кто плывет в твоем таланте. Дорогие, самое огромное наслаждение – это быть самому в том, куда тебя Бог влечет. Да пусть тебя никто никогда и не увидит. Ты счастлив? Ты счастлив? Или ты счастлив тогда, когда на тебя все смотрят, когда тебя все смотрят, слушают, когда на тебя камеры направлены. Это не счастье. Счастье – это когда ты наслаждаешься, когда тебя никто не видит. Вот оно. Я делаю то, что я люблю. Ты жаждешь пробуждения движения Бога. Посвясти себя огромному количеству часов в молитве. Некоторые люди говорят, когда придет пробуждение. Ты знаешь, что ты управляешь многими вещами? Стань на колени. Часами молись, постись, молись на языках, провозглашай. И ты увидишь, как вокруг тебя Бог начнет привлекать такие же самые. Не-не, я не говорю о неделе. Я говорю, посвяти себя молиться, пока не придет. Не надо год посвящаться. Ты скажи так, в этот момент я становлюсь на колени, начиная с 15 минут и буду наращивать мое время каждый месяц. Я буду молиться только о пробуждении. Я буду молиться, чтобы слава Бога пришла. И ты увидишь, тебе не нужна толпа. Богу нужен всего лишь один посвященный человек. Начинай вкладывать туда. И ты увидишь, как весь твой дом будет захвачен огнем. Все твои соседи будут захвачены огнем. Ты будешь шокирован, что Бог будет делать. Дорогие, посмотрите видео на ютубе. Трансформация городов. Приезжает одна семья. Одна семья. Пастора приезжают. Город охвачен проституцией, наркоманией, смерти. Трупы на дорогах лежат. Дорогие, я когда смотрел ту хронику, я был в шоке. Хоронить некому. Они приезжают в этот город. Дорогие, проходит несколько лет. Идеальный город с идеальным урожаем. Тюрьмы закрыты. Они говорят полиции, нечего делать. Дорогие, это история. Два человека, два. Посвятились. Дорогие, не позорно ли это, не слабость ли это давать кому-то в руки рычаги своей собственной жизни? Я это никому не позволю. Я управляю моей судьбой, я управляю моей жизнью. А кто-то сидит и ждет, а мы так ждем, когда уже начнется. Начни. А как на меня посмотрят люди? Какая разница, при чем здесь люди? Ты счастлив? Ты доволен? Ты наслаждаешься? Делай. Попробуй, по крайней мере. Ты хочешь настоящую семью? Прекрасных детей? Не нужно завидовать успешным семьям. Мне говорят, сидят и говорят, о, опять фотография. О, смотри, смотри, как они туда вынимаются. А я не верю. Это просто для снимка сделано. Я не верю. Верь. Настоящая любовь существует. Не надо завидовать успешным семьям, успешным. Я посвятив всего себя любви, терпению, прощению, жертвенности. Ты спросишь меня, сколько мне стоит моя семья? Любить и прощать. Прощать, прощать. Терпеть, терпеть. Много терпеть. Прощать опять. Прощать. Не обращать внимания. Заткнуть свой рот. Заткнуть свой рот. Прощать, прощать, прощать. Формула. Некоторые люди говорят, цветы, шоколадки, ангелы с голыми попками. Гавайи, гавайи, дудки. Эти люди не знают, сколько стоит семья. Поэтому, когда она бедна, там все уже готова, принцесса к выданью. Ну, гавайям я имею в виду. И здесь раз, два, по соплям, три, четыре. Нет, она это не соглашалась. Я не понял, а кого мы ждем вообще-то? Формула. Формула это отдавать и прощать. Сколько тебе стоит твоя семья? Всего моего терпения. Если здесь находятся взрослые люди, поверьте, я больше 20 лет с моей женой. И вам честно скажу, вот если кто-то скажет, самое первое, самое первое, что идет в твою голову, что сделало вашу семью крепкой? Терпение и прощение. Все. Кто-то со мной? Кто-то в семье здесь? Не цветы. Цветы, это неплохо, знаете, но не это семью делает крепкой. Крепкой семью делает, когда нужно вовремя закрыть рот. И вот здесь напрягаются все твои эмоции. У тебя и шея ломается, и руки, и ты уже не знаешь. А надо закрыть рот. Потому что жена или муж, он знает, где находится тот последний нерв. Вот он, самый последний, где-то там в позвоночнике, где-то там, знаете. Как вы достигли такой семьи? Вместе работаете, детки хорошие. Всю жизнь инвестировать туда. А кто-то сидит и ждет. Не подходит. Разбирает только эти аппликации. Раскрыл? Козел. Следующий. Честно сказать, они все козлы. Просто кто-то умеет хорошо, аккуратно, с любовью спиливать рога. Любимый мой, иди сюда. Жик-жик-жик-жик. Ой, какой хороший. Жик-жик-жик. Ох, гля. Рога отпали. Просто некоторые мужики, знаете, мне так нравятся молодые пацаны. Они такие. Хм, такая любовь. Слушай, ты даже сам не знаешь, где твои рога еще находятся. Некоторые даже себя не познали. Пока не женились. Потом, когда женился, у него такие раскладные. Шум. Фум. Олень пошел. Знаешь, и иногда смотришь, и он сам думает, слушай, откуда вам не столько? Жены знают, как рога раскрыть. Смеешься. Молодожены, закройте уши. Все идеально. Счастье. Счастье. Радость. Радость. Некоторые девушки, они даже не знают, как они умеют шипеть, как багиры. Она все-таки, знаете, как кошечка мурлычет, мурлычет. Поверь, он тебя научит шипеть. Ха-ха-ха. Понимаете, сидит на... Когти точит, сидит, знаете. Ха-ха. Все такие хорошие. Пока действительно проблема какая-то не пришла, которая нас сразу идентифицирует. Кто олень, кто козел, кто пантера, багира. Сразу идентификации пошли. И здесь не проблема в том, что я был оленя, моя жена пантера. А было в том, что мы дали друг другу, ну, она пилила рога, я стачивал когти. В общем, жили. Не надо мне рассказывать, что все идеально, дорогие мои. Ну, нету этого. Сразу скажу, дорогие, над всем нужно трудиться. Она натачила мои грани. Я точил ее. Потом, смотри, уже через 20 лет засияли чуть-чуть. Да я шучу, нормально все. Живите. Некоторые люди говорят, никогда не живем. Бастер так нашугал, не знаю, что будет. Я такой хороший, не хочу быть оленем. Если муж посвящен на 50%, и жена посвящена на 50%, семья будет существовать на 50%. Ваши дети будут 50%. Перестань орать на своих детей. Это твое отражение, которое всего лишь отдает тебе с наваром то, что ты в них инвестировал. Поверьте, я знаю. Ты хочешь, чтобы твои дети были послушные, классные? Проводи с ними время, подружись с ними, стань другом, подругой. Станьте с семьей, в конце концов. А не концлагерем. Чего здесь одеяло лежит? Успокойся, встань другом. Прекрасные дети не растут на деревьях. Элло. Некоторые люди говорят, это, наверное, ДНК. Да какое ДНК? Бесы одни и те же, все одно и то же. Просто кто-то решил туда вложиться, а кто-то пустил на самотек. Я не дам решать судьбу моих детей, миру и дьяволу. Не дам. Я за них молюсь, я с ними провожу время, я их люблю, я в них вкладываю. Почему? Потому что, во-первых, я не выращиваю сына или дочь, я выращиваю моих друзей. Друзей, кто-то может понять меня? Друзей, это мои друзья. Сын, дочка, это мои друзья. Я люблю с ними проводить время. Я наслаждаюсь общением с ними. Это мои друзья. Не обманывайтесь, что кому-то с детьми повезло. Это заблуждение. Везет тем, кто любит, вкладывает, инвестирует и отдает всего себя. Вот кому везет. Ты раздражаешься по поводу того, что люди вокруг тебя не любят тебя, не обращают внимания на тебя. Ты пытаешься людей заставить полюбить продукт, которого в реальности не существует. Вы заметили, да? Меня никто не любит. Я хочу задать тебе вопрос. А ты себя в глубине сердца, там глубоко, любишь? Вот где вопрос начинается, да? А вы знаете, что твой сосед не способен полюбить то, что ты не любишь сам? Знаешь, что ты, во-первых, должен любить себя, чтобы на тебя обращали внимание, потому что ты этой любовью и сиянием привлекаешь любовь других людей. А ты ходишь на меня, не я, ты не любит. Знаете, как я говорю, сел и сразу три ряда вокруг освободилось. Аура благословения посетила всех. Никто на меня внимания не обращает. Обрати на кого-то внимание. Никто сегодня со мной не поздоровался. Стоп, 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 а ты с кем поздоровался сегодня? Меня никто не обнял. Сколько ты людей обнял, когда зашел? А, ну тогда жни, что сел. Вот так вся жизнь происходит. Отложи все, чему ты не желаешь посвятить свою жизнь. Пусть тебе лучше на мгновение будет больно, но до конца твоих дней ты будешь счастлив, чем, я не знаю, влочить такое жалкое существование до конца своих дней. Ты думаешь, что величие когда-то будет на уценке, и ты в него по дешевке вскочишь. Знаете, есть некоторые люди, они ждут, пока величие, стандарты, принципы станут дешевле. И вот когда это на сейл пойдет, тогда я в это впрыгну. А Бог говорит, величие никогда на сейл не идет. Стандарты и принципы никогда на уценку не уходят. Если вот это Саул, вот это без принципов, ты нигде не купишь. Если это Давид, дави, не дави его, в нем есть стандарты, принципы, уровень и любовь. То есть ты смотришь, оно не идет на уценку, дорогие, оно все стоит. Некоторые даже не появляются на пороге в церкви, если не проповедуют тот, кого они хотят слышать. Потому что менталитет этого поколения только потреблять. Они там только потому, что кому-то из них там выгодно быть. Некоторые Богу служат из-за выгоды. Что они могут от Бога иметь? Некоторые, ну хорошо, да, покаяться выгодно, ну в конце жизни в одниду. Дорогие, нам эта жизнь дана. Представь, ты сейчас, в этот короткий период времени, решаешь, кем ты вечно будешь быть. Представляешь, кем ты будешь на небе? Чем ты будешь? Вот поэтому, дорогие, очень мало людей величия вокруг нас. Вот почему очень мало настоящих книг. Вот почему очень мало людей качества, с которыми ты можешь сесть, и ты действительно от них что-то получишь. Кто-то понимает? И поэтому, если ты проводишь время с человеком посвящения и уровня, ты даже с пятиминутной встречи за чашкой чая получишь в свою жизнь что-то. Кто-то понимает, о чем я? Почему? Потому что эти люди умеют инвестировать. Давайте выйдем из менталитета потребителя, войдем в даяние. Моя мечта была всегда, всегда была дать и помочь людям. На данный момент я могу благословить, вот чем я благословляю, словом откровения. Мир движется посвященными. Дорогие, купи в магазине мяч. Вот просто задумайся сейчас со мной. Купи в магазине мяч, да, футбольный мяч. Копейки. Пока на нем не поставил свою поспись чемпион по футболу. И потом этот мяч, ему, бедному мячу, цены сложить не могут. Кто-то со мной? Объясните мне, почему? Почему прикосновение посвященного делает все вещи ценными? Он может записать ими. Прикосновение посвященного человека, все, к чему он прикасается, оно начинает цениться. Кто-то со мной? Все. Все. Роспись поставил, прикоснулся, просто подарок какой-то сделал. Если это подарил настоящий человек, который имеет цену, настоящий, который умеет отдавать, ты этот подарок будешь ценить больше всех подарков. Это роспись, и она будет действительно делать этот мяч. Представь, роспись посвященному облагородила простой китайский мяч. Сделала его теперь ценным и очень уникальным, его теперь все хотят. И там на ebay, там где-то, да, на каких-то сайтах цены не сложат, там бьют и бьют на этот мяч. Иногда выходишь на эти сайты, смотришь, сколько стоят эти всякие перчатки боксеров, там еще думаешь, ничего себе, зачем? А кто-то фанат, кто-то обалдеет от этого. Почему к мячу прикоснулось тотальное посвящение, жертва и цена? Вот поэтому этот мяч дороже стал. Кусти в спортмагазине боксерские перчатки. Они недорогие. Пока на чемпионате мира по боксу на этих перчатках не расписался чемпион мира. И у людей вокруг тебя даже к тебе уважение появилось почему-то. Ты идешь с перчатками, да, и уже тебя даже уважать все начали. Объясни мне, почему? Ты не боксер, у тебя перчатки, на которых чемпион мира расписался, то есть тогда к тебе уважение появилось. Что это? Посвящение прикоснулось перчаткам, посвящение прикоснулось к тебе. Ты хочешь в жизни что-то достичь? Я тебе еще раз говорю, одна фраза, тотальное посвящение. 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 Все, сложи. И я вижу, чем сильнее личность, тем более он сконцентрирован на одном. Вы все со мной? То есть чем ты видишь мощнее, величественнее человек, тем менее он распылялся, и тем более он сконцентрирован на чем-то одном. Некоторые люди говорят, какой скучный человек. Всю жизнь на одной вещи. Зато теперь этой вещью пользуется весь мир. И не может никак ничего другого придумать по сей день. Реальное посвящение стоит. Вот почему эти спортсмены имеют огромный успех и прибыль. Потому что когда-то сделали решение вложить туда все. Тебя вообще никогда не должен остановить какая-то подножка, провал или неудача. Бей, иди, преследуй это до тех пор, пока не увидишь реальный результат. Дорогие, я лично знаю, что такое настоящее вложение. Знаю. Некоторые даже здесь находятся, они даже видели это. Я расскажу немножко маленькую предысторию, как все началось. Некоторые люди говорят, ой, мы уважаем этого человека. Дорогие мои, даже вот я, практически мы начинаем только двигаться. Люди уже имеют какой-то там статус, уважение, кто там хочет приехать, кто тебя там потрогать хочет. Кто там твою роспись хочет, там на конференциях вообще там кошмар какой-то, поэтому радуйся, что тут есть места. Благодари Бога, что и в Америке живешь, что туда все приехать не могут. Смотри, лично я знаю, что такое отдавать все деньги в церковь. Все, дорогие. Я просто хочу задавать вопрос. Ты когда-то отдавал все деньги в церковь? Вопрос. Я не говорю, что ты должен это делать. Не-не-не-не, просто говорю. Я знаю, что такое работать 8 часов в день и служить на полном времени в церкви. Привозить все на энкаунтеры, расставлять все стулья, столы, вкладывать свои финансы, чтобы кормить людей, потому что никто тогда не собирал ничего. Десять люди, которые даже видели. Дорогие мои, вся аппаратура лежала в моем гараже. Сами проковали траки, проповедовал все темы, молился за всех. Дорогие мои, я когда вспомню все, с чего начиналось, действительно, вот просто, ну не обойдешь ты посвящение. Кто-то понимает? Не обойдешь ты тотального вклада всего, чего ты бросишь. Не-не обойдешь. Проповедовать все темы на всех мужских, женских и молодежных энкаунтерах, молиться за всех, собирать все после энкаунтера, убирать в зале, пылесосить, приезжать в субботу вечером, готовить тему на воскресенье утром. Часто во все это время быть в длительных постах. Поднимать команду, получать в спину нож, предательство, сплетни, при этом продолжать верить в людей, давать им шанс, при этом иметь здоровую семью, любить жену, воспитывать детей, вкладывать своих детей, иметь конференции, поднимать пасторов. Кто-то понимает? И кто-то говорит, а что ты, помолись за меня, я хочу иметь то, что ты имеешь вдвойне. А кто тебя держит? Имей. Имей! Ну, знаете, мир так не движется, да? Самое смешное, когда кто-то подходит к тебе и говорит, помолись за меня, мне Бог сказал, что я буду иметь то, что ты имеешь вдвойне. И человек, который даже еще говорит, а можно конференцию сделать, когда у меня будет на работе свободное время. Что? Бог должен работать по твоему графику? Великое будущее у тебя. Сначала ты полностью посвящаешься чему-то. Я заканчиваю. Потом это что-то коронует тебя и дает тебе имя и дает идентификацию. Ты что-то взял для себя? Давайте мы встанем, давайте мы встанем. Воздай, слава Богу. Поэтому, дорогие мои, поэтому, поэтому я не хочу сегодня вводить тебя в какое-то очередное учение, в которое, может, мы пойдем в следующий раз. Сегодня мне так хочется еще раз просто взять тебя просто, знаете, вот за грудки взять тебя и просто встряхнуть и сказать, ты счастлив? Зачем ты здесь? Это поле тренировки людей. Оттренировался и входи в свое призвание. Получил, что надо, двигайся в свою мечту. Это тренировка, это поле практики, это не поле, где ты прирастаешь. Закрой свои глаза. И просто скажи, Бог, дай мне силы сделать эту жертву, вложиться в эту мечту. Семья, я прошу тебя, пожалуйста, сделай этот шаг. Никто за тебя его не сделает. Поверь, лучшего времени не будет. Моложе ты не будешь. Финансов больше не будет. Самое идеальное время делать этот шаг, это сей час. И те, кто сделали его, те, кто слушают меня, просто эту тему как в подтверждение. Ты благодаришь Бога, что когда-то ты сделал этот шаг. И поэтому сегодня это простая тема мотивации тела Христа к движению. Просто попроси, скажи, Бог, дай мне. Ты будешь удивлен, как эта мечта охраняет тебя, идентифицирует тебя. Эта мечта вокруг тебя уберет всех ненужных и соберет все, что должно быть. Только посвяти себя. Только дай Богу намек, что ты серьезен насчет того, что Он вкладывает в твое сердце. Брось этот вызов себе, брось. Это вызов, который бросает тебе жизнь. Стань великим человеком, не умирай вторым сортом. Ты не рожден вторым сортом. Ты рожден победителем. Ты рожден великим. Поэтому у тебя и мечта. Поэтому и тебе плохо становится. Потому что, дорогие, рабам плохо не бывает. Рабы счастливы в своем рабстве. Тебе плохо становится. И разочарование приходит, потому что ты не должен там быть. Это просто сигнализация твоего духа, что ты должен быть в другом месте. Оно кричит, оно разрывает, оно просто орет внутри. Дай мне шанс на жизнь. Дай мне шанс на жизнь. Кричит эта мечта внутри тебя. Дай мне шанс на жизнь. Не потребляй, не жди никаких денег, ни признания, ни популярности. Дай жить этой мечте. Дай ей жизнь. Дай возможность дышать. Брось туда все. Брось туда время, финансы. Если ничего не получится, не переживай. По крайней мере, ты точно будешь знать, и твое сердце будет спокойно, что это не то. И будешь продолжать дальше. Но я умоляю тебя, если это преследует тебя несколько лет, брось туда все. Дай шанс Богу употребить тебя. Дай шанс этой мечте на жизнь. Этот ребенок хочет жить. Доноси его. Дай ему жизнь. Мы просим Иисуса. Бог, не дай нам покой. Бог, не дай нам покой. Сколько в теле Христа должно подняться функций. Бог, сколько в теле Христа должно подняться функций. Бог, сколько сейчас все тухнет на лавочках. Бог, подними свою церковь. Пусть придет эта реформация, которая взорвет все. Я не могу так жить. Я не хочу существовать на этой земле, как полудохлое второсортное существо. Бог, я рожден для величия. Я рожден для величия. Я молюсь за мою семью, Бог, за локальную и глобальную. Бог, подними свои элементы, функции, свои части, тело. Господь, дай нам шанс жить. Не сходи с нас. Говори нам. Влеки нас, Дух Святой. Не покидай, не давай нам покоя. Не давай нам покоя, Дух Святой. На этой земле должно подняться тело, должна подняться настоящая церковь. И это не куча тел, сложенных на лавочках. Иисус, Иисус, не дай нам уйти, как ушли, Господь, перед нами. Не дай нам закончить, как закончили перед нами. Бог, я умоляю тебя, подними людей в величие. Я не хочу второсортных проповедей, церквей, молитв. Я не хочу ничего второсортного. Бог, если вкладываться, вкладываться полностью. Если молиться, молиться полностью, отдавать, отдавать все. Потому что мы так созданы. Мы не созданы для второго сон. Я прошу тебя, Бог, пусть каждый из нас сделает реальное решение, переходя в следующий год, закончить свое пустое существование, пустые разговоры и просто мечты. А что если бы? Встань и сделай, чтобы началось, если бы. Поднимись и сделай. Ничего на эту землю легко не приходит. Должны подняться люди жертвы, люди посвящения. Я молюсь за тело Иисуса Христа. И все сказали, Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok